Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о содействии и установлении демократического и справедливого миропорядка, в которой четко заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, о непризнании государственных переворотов как метода смены власти, о необходимости исключить из международного общения попытки незаконного давления одних государств на другие, включая экстерриториальное применение национального законодательства. За резолюцию проголосовало подавляющее большинство государств-членов ООН. В меньшинстве оказались прежде всего как раз те страны, которые, вопреки целям и принципам устава, пытаются доминировать в глобальных делах, навязывать модели развития, свои ценности государствам и народам, руководствуясь логикой однополярности, подрывающей международные права. Но мир не стоит на месте. Отрадно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах, о том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам, о том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения. Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика Соединенных Штатов будет осуществляться именно на такой основе. Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение в международных делах Россия всегда придерживалась этих принципов и продолжит их отстаивать. За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия Холодной войны. Много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом. Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров, опьяненных иллюзией наступления конца истории и до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния. НАТО стремится воссоздать климат Холодной войны, и отказывается притворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Запад выстраивал свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», став на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. Именно в такой политике корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на предпринимаемые усилия в нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретаются новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по выполнению Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, одобренного Советом безопасности ООН. Но и в этих условиях Россия нацелена на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договоренностей, откликаясь на высказыванной озабоченности положением дел в сфере безопасности, президент Путин выступил с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Соответствующий проект резолюции представлен в Совет безопасности. Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса, разразившегося в результате антиконституционного государственного переворота, совершенного ультрарадикалами. Надеемся на конструктивное, безыгр с нулевым результатом взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Находясь здесь, в стенах ООН, мы не должны забывать об истоках объединенных наций. Решения Нюрнбергского трибунала стали предостережением от забвения уроков Второй мировой войны и катастрофических последствий попыток вершить судьбы мира за счет попрания законных интересов других государств и народов. Кощунственно прикрываться заботой о свободе выражения мнения, потакая радикальным движениям, которые проповедуют неонацистскую идеологию, выступают за героизацию фашистов и их пособников. Требуются последовательные усилия, призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, экстремизма и ксенофобии, укрепить межнациональное и межкультурное согласие. Разжигая ненависть и нетерпимость, террористы, экстремисты, националисты разрушают и оскверняют объекты, представляющие историческую, религиозную, культурную ценность. В цивилизованной Европе допускают снос памятников освободителям континента, героям Второй мировой войны, победа в которой создала фундамент объединенных наций. Считаем необходимым безотлагательно уделить этой проблеме приоритетное внимание и на Ген-Ассамблее, и в ЮНЕСКО, чтобы обеспечить необходимые правовые рамки для пресечения подобных действий. Россия имеет в виду представить соответствующее предложение. Недопустимо оставаться безучастными и к сохранению в Европе позорного явления безгражданства, равно как и к подавлению языков меньшинств в грубые нарушения конвенций Совета Европы. Веками мировой истории доказано, что прочное урегулирование разногласий возможно только через диалог, нахождение баланса коренных интересов конфликтующих сторон. К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще преобладает не дипломатия, а грубое давление. Применение односторонних санкций сверх тех, которые вводит Совет Безопасности ООН, нелегитимно и подрывает коллективный характер международных усилий. Сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые Соединенными Штатами все новые односторонние рестрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию совместного всеобъемлющего плана действий, ставшего одним из важнейших факторов региональной и международной стабильности. Порочность односторонних санкционных подходов давно доказана на примере более чем полувековой американской блокады Кубы, за немедленную отмену которой многие десятилетия выступают практически все государства-члены ООН. Пора к ним прислушаться. Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушении резолюции Совета Безопасности. Но нагнетание военной истерии не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции Совета Безопасности надо выполнять, спору нет. Но все они, наряду с санкциями, содержат положение о необходимости возврата к переговорам. Призываем прекратить блокировать эти положения. Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует. Призываем ответственных членов мирового сообщества поддержать Российско-Китайскую дорожную карту, изложенную в совместном заявлении Министерства иностранных дел России и Китайской Народной Республики от 4 июля. Недопустимо подстрекательство к беспорядкам и угрозе силового вмешательства в целях демократизации Венесуэлы, как и действия по подрыву легитимных властей в любой стране. В любых внутренних конфликтах международное сообщество должно поощрять стороны к национальному примирению и компромиссам. Попытки игнорировать мнение других, прибегать к диктату и ультиматуму, применять силу в обход устава, он никогда не доводили до добра. Всплеск международного терроризма, многие миллионы беженцев, беспрецедентные волны нелегальной миграции во многом произрастают из предпринятых за последние годы авантюр по смене неугодных режимов, включая вооруженные интервенции, которые посеяли хаос и разрушения на Ближнем Востоке и Севере Африки и открыли путь террористам в те части земного шара, где их никогда не было. Несмотря на то, что ИГИЛ отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона. Напомню о необходимости борьбы не только с ИГИЛ, но и с НУСРой, которую почему-то щадят участники американской коалиции. Развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма. На прошедшей 14-15 сентября международной встрече по Сирии в Астане завершено оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых достигнуты с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН при поддержке многих других стран. Эти договоренности создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией для объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства, решения острых гуманитарных проблем. Самыми срочными задачами являются увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий. Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких-либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу. Отдельная тема – случаи применения химического оружия в регионе. Все они должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать деятельность организации по запрещению химического оружия и совместного механизма по расследованию ООН-ОСХО. Решение гуманитарных задач, замерение противоборствующих сторон – все это актуально и для других кризисов в регионе, включая ситуации в Ливии, Йемене, Ираке. В каждой из этих ситуаций, как и в любых других конфликтах, Россия проводит сбалансированную линию, работает со всеми без исключения сторонами. Говоря о проблемах региона Ближнего Востока и Севера Африки, нельзя отодвигать на задний план, а тем более придавать забвению решение ООН по палестинской проблеме и арабскую мирную инициативу. Придаем важное значение восстановлению палестинского единства и приветствуем усилия Египта на этом направлении. Россия готова всячески содействовать возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной, сотрудничать в этих целях с партнерами по квартету и Лигой арабских государств. На неурегулированности палестинской проблемы продолжают спекулировать экстремисты, вербуя в свои ряды все новых сторонников. Непрекращающиеся кровавые теракты по всему миру свидетельствуют об иллюзорности попыток создать отдельные островки безопасности. С экстремизмом и терроризмом нужно бороться только сообща, без двойных стандартов и скрытых повесток дня, с опорой на главную ответственность государств, как и предусмотрено в глобальной контртеррористической стратегии ООН. Приветствуем иницированную генеральным секретарем реформу антитеррористической деятельности системы Организации объединенных наций, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей. Назначение российского представителя во главе образованного управления ООН по контртерроризму расцениваем как признание роли России в борьбе с этим злом и благодарим всех за поддержку. Россия привержена целью достижения мира, свободного от ядерного оружия. Согласно действующим договорным режимам в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, его полная ликвидация должна стать конечным результатом процесса всеобщего и полного разоружения при обеспечении равной и неделимой безопасности. Попытки поставить ядерное оружие вне закона, без учета реалий современного мира и закрывая глаза на всю совокупность факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность, лишь отдаляют эту общую цель, подрывают консенсусные режимы договора о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Призываем сказать «нет» милитаризации информационного пространства. Нельзя допустить превращение в арену военно-политического противоборства использования информационно-коммуникационных технологий как инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей террористической и экстремистской идеологии. Важно нацелить усилия ООН на выработку отвечающих интересам безопасности всех государств правил ответственного поведения в цифровой сфере. Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство, и предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии. Очевидно, что в перспективе мир продолжит сталкиваться с целым рядом новых проблем, долгосрочного, поистине, общецивилизационного характера. Мы не имеем права размениваться, тратить силы и время на геополитические игры. Востребованы не односторонние, а коллективные подходы. Процесс формирования полицентричного мироустройства – объективная тенденция, отражающая перераспределение глобального баланса сил, усиление фактора культурно-цивилизационной идентичности народов. К этой тенденции придется адаптироваться всем, включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски. В наших общих интересах не пытаться сдерживать естественный процесс. Надо сделать так, чтобы миропорядок стал справедливым и демократическим, каким его и видели отцы-основатели ООН. Глобализация должна не антагонизировать, а играть объединительную роль, учитывать интересы всех без исключения государств, способствуя обеспечению стабильного и безопасного будущего всего человечества. Без взаимного доверия невозможно рассчитывать на эффективную реализацию амбициозных целей устойчивого развития и Парижского соглашения по климату, решение глобальных задач продовольственной безопасности, народонаселения, здравоохранения, столь важных для развивающихся стран. В числе основополагающих принципов международных отношений должно быть признание политического плюрализма, свободы выбора и верховенства права. Необходимо отказаться от ставки на закрытые военные союзы, оказывать поддержку и предоставлять гарантии безопасности государствам, сделавшим выбор в пользу нейтралитета. А в экономической области добиваться снижения барьеров на пути торговли инвестиций, перестать политизировать экономические связи. Вне политики должно оставаться и международное, олимпийское и в целом спортивное движение. Необходимо воспитывать, прежде всего у молодежи, уважение к культурно-цивилизационному многообразию современного мира. Приглашаем всех на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который меньше чем через месяц наша страна будет принимать в Сочи. В те же сроки в России пройдет еще одно важное мероприятие – 137-я Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, главной темой которой будет укрепление мира и безопасности через культурный и межрелигиозный диалог. Давайте поощрять этот диалог, диалог между различными культурами и религиями, и перестанем использовать исторические события для разжигания ненависти и фобий. Философия сосуществования, сопряжения, гармонизации интересов разных стран лежит в основе выдвинутой президентом Путиным концепции большого евразийского партнерства, открытого для всех государств Азии и Европы и нацеленного на формирование общего экономического и гуманитарного пространства с опорой на принцип неделимости безопасности. Излишне говорить, что обеспечение равных прав для всех – и граждан, и государств – востребовано в универсальном масштабе, как того, собственно, требует Устав ООН. Именно эти справедливые принципы лежат в основе деятельности многих объединений, в которых активно участвует Россия, Содружество независимых государств, Организация договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС. В этом же ключе мы выстраиваем отношения с АСИАН, Африканским союзом, СИЛАК, другими объединениями стран Азии, Африки и Латинской Америки. Совместно мы добиваемся более сбалансированных подходов к работе таких структур, как Группа 20, АТЭС, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития. Мы верим в жизнеспособность ООН. Хотим видеть активную роль генерального секретаря в содействии полной реализации потенциала Всемирной организации с опорой на цели и принципы Устава и при уважении прерогатив межправительственных органов. Особо выверенного подхода требуют идеи о реформе миротворчества, где не должно быть резких движений и забвения, накапливавшегося десятилетиями бесценного опыта. Два тысячелетия назад римский философ Синека писал «Мы рождены, чтобы жить совместно». И ближе всех к осознанию этой данности подошли отцы-основатели ООН. Они были убеждены и записали это в Уставе, что само дарованное всем нам Богом сосуществование на одной планете должно заставить объединиться, чтобы не допустить ужасов новых войн. Сегодня для этого остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию наказывать непокорных. По сути, речь идет о сбережении человечества во всем его богатстве и многообразии. Россия всегда была и остается открыта к совместной работе со всеми, кто проявляет встречную готовность к равноправному взаимоуважительному сотрудничеству. Мы будем и далее отстаивать эти подходы к деятельности ООН в интересах совершенствования глобального управления и реальной демократизации международных отношений. Благодарю вас за внимание.